Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремителям освоения абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас мы с вами свяжем узор плетенка из вязальных ниток Виола, которые нам предоставили для тестирования ПНК имени Кирова. Выполняется узор с расстановкой игл 3 в работе, 1 в заднем положении, 1 в работе, 1 в заднем положении. То есть 3, 1, 3, 1, 3, 1 через одну иглу. Те иглы, которые стоят в заднем положении, в заднем и остаются. Видите, за счет этого у нас получаются такие вот мережки. Иглы, которые стоят в рабочем положении, провязывают несколько рядов. Сколько рядов зависит от толщины пряжи и плотности. У меня нитка очень тонкая, хлопковая и малоэластичная. Поэтому у меня плотность очень рыхлая, 7,5, при том, что нитка тонкая. Иначе будет тяжело делать пересадки. И получается очень-очень ажурное полотно. Если у вас нитка эластичная, вы можете провязывать большее количество рядов, получится немного другой вид узора. Итак, я провязываю 4 ряда. То есть у меня каждая провязка, это 4 ряда. Сменяю расстановку игл, 4 ряда. Меняю расстановку игл, 4 ряда. Так, 3, 1, 3, 1, 3, 1, провязываю 4 ряда. Иглы как стояли, так и стояли. Теперь моя задача поменять расстановку иглы. Я беру одноигольный деккер и из трех игл делаю, из одной иглы делаю три. То есть я от трех забираю по одной петле, петельки. И получаю три иголки вместо одной. Там, где было три иглы, становится одна. То есть я просто меняю расстановку игл. Там, где было три, стала одна. Где была одна, стала три. Не меняются только центральные иголки. Центральные, тут видите, вот эти вот дорожки. Вот они, раз, два, три. Между ними петли гуляют. Сначала в одну сторону, потом в другую. Вот они, в одну, в другую, в одну, в другую. Так, я пересаживаю. От трех петель забираю по одной, в разные стороны. То есть у меня меняется расстановка игл и провязываю на них четыре ряда. Смотрю, что у меня получается. То же самое, что было три иглы. Одна, три, одна, три, одна. Иглы, которые идут в заднем положении, четко подвигаем назад, чтобы они случайно не встали в работу и не испортили нам узор. И, как я уже говорила, при каждой расстановке игл, при каждой смене узора я провязываю четыре ряда. Теперь делаем самое интересное. Перевитие. То есть мы сейчас будем выполнять вот эти вот узелки, которые нам имитируют переход дорожек. Я беру два одноигольных декера. И там, где у меня стоят три иголки, я перевиваю крайние петли. Центральные остаются на месте всегда, а боковые я меняю местами. Поэтому узор можно выполнять только на достаточно свободной плотности. Если плотность будет тугая, будет рваться нить. Будет рваться, тянуться. Прежде чем будете вязать, конечно, попробуйте сначала. Подберите нитки, подберите плотность, количество рядов. Потому что можно вязать и не четыре, а больше или меньше. И получится совсем другой эффект. Эти я перевиваю нити. Петли получаю узелочек. Вот так вот он выполняется. Если его не делать, рисунок будет очень невнятный. То есть будет просто такое схождение-расхождение петель. Причем со временем эти петли могут занять среднее положение. Видите, если они будут просто гулять. Они не то что невнятные, они со временем просто исчезнут. То есть все это разгладится, превратится в такое однородное, непонятное полотно. Перевитие делают очень жесткую закрепку. И при том, что оно у нас идет в шахматном порядке, оно этим петлям никогда не даст съехаться в середину и испортить нам узор. То есть это очень стабильный рисунок. Он весь в закрепках и поэтому он никогда не потеряет свой вид. Поменяли петли, четыре ряда. Причем вот этот первый ряд после перевития провязывайте аккуратненько. И повторяем то же самое. У меня три петли, одна-три-одна. Из трех делаю одну, из одной делаю три. И пересаживаю петли так, чтобы у меня поменялся мой набор иголок. Было три, встанет одна. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой визуальной машинке с нуля. И обязательно заходите в магазин Невская рукодельница, который продает нитки ПМК имени Кирова. Это визуальный хлопок. Огромный выбор визуальной пряжи любой цветовой палитры. Ваша Наталья Некрасова.